Всем привет, меня зовут Александр. В этом видео мы разберем плагин от Max4Life гранулярный синтезатор Granulator 2, написанный Робертом Хенке. Гранулятор это синтезатор, построенный по принципу квазисинхронного гранулярного синтеза. Проще говоря, гранулярный синтез это последовательная генерация звуковых гранул. Каждая гранула это ультракороткая частица звука, длиной может быть от нескольких миллисекунд. Звук получается в результате быстрого взаимодействия частоты, повторения и частотных составляющих гранул, который далее может быть отфильтрован огибающий методами вычитающего синтеза. На примере будет нагляднее. Пройдемся по каждой ручке отдельно. Начнем с обзора возможностей дисплея. Сэмплы в это окно можно перетаскивать как напрямую из любой папки вашего компьютера, так и из самого проекта или браузера библиотек. Сэмплы в моно в окне гранулятора показываются темно-фиолетовым цветом. Сэмплы в стерео синим и красным цветом. Синий левый канал, красный и правый. Позиция грануляции может быть изменена нажатием кнопкой мыши на луновом дисплее. Для удобства точного выделения нужной области можно увеличить или уменьшить по горизонтали отрезок сэмпла при помощи кнопки зум. А вот возврат. По вертикали при помощи ползунка слева от кнопки зум. Здесь показываются ноты и velocity нот. Гранулятор отображает общую длительность сэмпла в верхнем левом углу, а правее – в выбранную позицию. Во время воспроизведения нот фактическое положение каждого звука отображается в виде вертикальных линий. В правом нижнем углу количество активных звуков в настоящий момент. Экран гранулятора делится на две части, которые могут быть переключены кнопками Grain, Filter. Grain отвечает за размер гранул звука. Чем выше частота параметра Grain, тем больше гранул в секунду создается и тем короче они становятся. Этой ручкой также можно настраивать нужную нам ноту. Кей – степень влияния следования звука гранулятора за меди-нотами в пиано-роле. При ноле все воспроизводится на одной ноте, вне зависимости, что у нас в пиано-роле. Сприт – расстраивание нот гранул правого и левого канала по отдельности. Рандом – воспроизведение гранул в беспорядочной последовательности. Размер гранул может иметь случайные колебания за счет изменения параметра ручки LFO. Здесь указывается степень влияния ручки LFO на звук. Здесь выбираем нужную волну колебания из списка стандартных волн – синусоида, пила, треугольник, грандом и так далее. Cycle регулирует частоту колебаний. Ретрик – если включена, то волна всегда воспроизводится сначала. Если ретрик выключена, то волна воспроизводится хаотично с разных позиций. Слоу растягивает волну еще шире. Фейс – эффект фейзера. Файл – позишн. Двигает выбранный отрезок по сэмплу. Можно мышкой двигать по волновому дисплею, можно ручкой. Те же функции K и LFO. Спрей – служит для хаотичного изменения выбранной позиции сэмпла при помощи случайной вариации для каждой гранулы. Справа и влево от выбранного отрезка сэмпла. Так слышны только те, что справа. Так только те, что слева. Слоп – частота появления гранул. Скейн – эффект растяжения, сжатия звука и частичного кодера. Тайм – время изменения кривой эффекта. Кюрв – различные вариации кривой эффекта. Дистанц – регулируется ширина отрезка сэмпла, используемая эффектом. Он граил властей изменения кривой в зависимости от громкости ноты. Следующее меню после скейн – форма диапазона или огибающей амплитуды каждой отдельной гранулы. Шеп – изменение форм. Спайк – сжатие и растяжение. АМ – амплитудная модуляция. Хаотично регулирует громкость каждой гранулы. МО – степень хаотичного изменения громкостей гранул. Велт – и хаотичное изменение громкостей каждой гранулы и отключение гранул. Резиденшал – подмешивание звука без эффекта АМ. При помощи live-in и кнопки grab-захват можно использовать звук в реальном времени в качестве источника для гранулятора. Аудио в таком случае хранятся только в оперативной памяти. Волюм – общая громкость, войска – с количеством нот, которые могут звучать одновременно. Велт – степень воздействия громкости нот в пианороле на громкость гранулятора. Везде эта функция одинаковая. Холт – захват звука, чтобы он звучал до бесконечности. Раздел фильтры. Здесь находятся классические огибающие АДСР. РНД – изменение питча рандомно выборочных гранул. Питч – изменение высоты тона. Файн – наиболее точная постройка в центах. Ви включает дитюн в зависимости от велосити нот. Если велосити тише 20, то питч – минус 50 центов. Если громче 120, то плюс 50 центов. ФМ – возможность применения частотной модуляции. Низкое значение частоты секунд придаёт эффект вибратора. Высокая – эффект грязи. ФМ – ручка – степень воздействия эффекта. Энвелоп регулирует степень воздействия, огибающий фильтр ФМ. Энвелоп – на эффект. Ноль – постоянное воздействие. Далее два последовательных одинаковых фильтра. Срез высоких. Срез низких. Поднимающий определенную высоту. Вырезающий определенную частоту. И необычный EQ. Скорее эквалайзер, чем фильтр. Если гейн в отрицательной зоне, то частоты вычитаются. Получается нотч-фильтр. Гейн в положительной зоне. Получается бэнд-фильтр. Ку – расширяет или сжимает область воздействия фильтра. Гейн в передачи. Вырезающий Gy grenожен. Гейн в передачи. Гейн «rtанец», днояну. Гейн в руке. Адем. Дальше. КОНЕЦ 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 Спасибо за просмотр. Всем пока.